Как по вашему, а есть ли в вашем теле гены, определяющие цвет вашей кожи? Да, да, да. Да, разумеется, как у каждого человека. Значит ли это, что цвет вашей кожи строго-постоянный в течение всей жизни? Нет. Конечно, нет. И вы это все знаете на практике. Объясните мне, как же так можно? Закрас. Да. А что такое? Закрас мутация. Мутация? Нет, защитная реакция от солнца. А почему вы не сильнее эти пятнами при загаре? Ведь результат мутация не предсказывает. Загары защитная реакция. Один подросся с сеточкой, я не знаю, фиолетовых пятен. У другого красивые зеленые разводы. У третьего там еще что-нибудь. Результат мутация не предсказывает вам? Нет. Нет. Вот давайте с вами разберем очень интересную группу изменений на примере. Давайте на примере кошек. Есть реальная порода кошек, у которой именно так будут обстоять дела. Итак. Цвет шерсти у меня питающего, ну и наши свои волосы, зависит от степени активности клеток, которые называются меланоциты. Эти клетки строят биологический пигмент меланит. Еще зависит от того, как он распределяется. Да. И как он распределяется с фалом? Совершенно верно. Хорошо. Так вот. Дело в том, что нормальный здоровый ген олень меланина строит большое количество пигмента. И, в общем-то, если он распределяет, другие уже пигменты, распределяют ген равномерно, мы получаем всегда тёмно-красную шерсть. Это сложно. А теперь, как положено в основании волоса сидит одна-единственная клетка или нет? Нет. Нет. Ясно, что там это очень много. Если у некоторых клеток ген сохраняет активность и нормально строит меланин, а у других по той или иной причине ген выключился, что будет с окраской волоса? Меняться. В какую сторону? Будет становиться более слепым. Да, более слепым. Если растёт процент выключившихся клеток, что будет с светлым волосом? Он всё более и более слепым будет. В конце концов, все волосы. Есть вариант поломки этого гена, рождения, точнее, возникновения и передачи дальнейшего, такого олумного аллеля, который начинает разваливаться, но он даёт терминеустойчивую белоку. Давайте смотреть. Есть у нас сам ген. Ген – это кто-то ДНК. Для того, чтобы воспользоваться этой информацией. ДНК надо откопировать. Согласны? Какую молекулу построить на основной ДНК? РНК. Какую РНК? РНК разный был. Месячек. Нессенджера. МРНК. Это копия гена. МРНК придёт на рибосону. После прочтения МРНК с рибосон светит в белок. Вот был синтезированный белок, который и будет катализировать определённые процессы. Допустим, строение краски. Попробуем посмотреть, как внешние условия могут повлиять на эту цепочку санки. Могут и внешние условия как-то повлиять на санки. Да. На процесс снятия группы. Да, могут. На РТНК. Могут. На работу рибосона. Могут. Но все эти синие стрелочки – это закономерное влияние случайное? Случайное. Абсолютно случайное. Присказатель нельзя. А теперь, в результате всех этих дел у нас подстроен девочек. Ну-ка, давайте вспоминать. Какие условия могут вызывать изменения конформации другого? Активные химические вещи. РАЖ. 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 Довление. Довление. Температура. Ну и всё там. Активные химические вещи. Да, да, да. Помните, очень хорошо. Предполагаем, что вот этот двор, который построен в результате, меняет конформацию при температуре плюс, допустим, 32 градуса. Если температура выше, чем плюс 32, конформация меняется, и фермент теряет активность. Если температура ниже, чем плюс 32, фермент вполне активен, строит большое количество меланин. Представили себя? Угу. Отлично. А теперь берём зверя. Берём зушку. Угу. Угу. Какая температура у кошки? 37. Повыше, чем у нас. Немножко больше 37. Допустим, эта кошка, носительница вот такого уровня. При температуре выше плюс 32, белок, строящий меланин, должен развалиться и перестать патализировать реакцию. Вопрос. Какого цвета кошка? Белого. Белого. Угу. Белого. Серого. А, серого. Еще вариант, да? Белого. Прозрачного. Прозрачного, лучше серого. Гениальный вариант. Угу. Белого. Они настроили море. Но этот белок не активен. При такой температуре он меняет информацию на нерабочую. Всё слабо. Тогда мне к вам вопрос. Какая температура в вашем теле? 36. 36. 36. 36. Температура внутренних органов порядка 37 у вас. Всё слабо. Хорошо. У вашей мамы такая температура тела? Ну да. Да, слабо. Да, слабо. А теперь? Зимой вы пошли погулять. Значит, часа-полтора гуляли без перчаток. Зимой. Да? На улице минут 20. Приходите домой и кладете маме руки вот так вот. Да? Чего делает мама? Нерабочная. Ага. Мама взлетает на потолок, через некоторое время она оттуда спускается и объясняет, что вы были не правы. А в чем дело? У нее же температура тела такая же, как у вас. А может, да. А, правда. А это значит, температура 36,6. На всех участках вашего тела или не на все? На все. Разумеется, не на все. Теперь давайте подумаем, а какие участки тела у живого существа будут закономерно иметь температуру. А с каких участков температура будет очень сильно зависеть даже у нас с вами. У нас с вами сильнее всего? Уже? Уже? Вот смотри, чтобы было понятнее. Чтобы было понятнее. Беру два чугунных ядра. Ну вот, ушечные ядра. Так? Абсолютно одинаковые массы. Звесел, они имеют одинаковую массу. И даже полностью. Одно ядро отдают Кузнецу. И он чертил, как у вас ядро сферической формы первое. Первое он так оставил. А второе ядро он делал вот что. Он взял и половину, половинку этого ядра перековал длинные, тоненькие стержни. Вторая половинка осталась такой. То есть он эту массу взял и использовал для вот такой длинной стержни. Понятно? После этого я оба изделия нагрел до температуры плюс 100 градусов. Оставил. Да, да, да. И оставил для них здесь. Вопрос. Остывать они будут одинаково быстро или нет? Нет. Такое изделие быстрее осталось. Второе. А почему? А потому что нам больше, потому что такая же воплотка будет больше, потому что у меня. А теперь, что еще более важно. Изделие номер один будет остывать равномерно. Я беру разные точки. Вот так. Ну да, в принципе. Совершенно равномерно. А изделие номер два будет остывать равномерно. Это кончик будет остывать, я не быстрее. Кончик все разже растает. Вот здесь соотношение массы к поверхности одно, а здесь на каждую единицу массы приходится огромный участок поверхности. То есть оставание в этом случае, конечно, неравномерно. Дайте общий ответ. какие части тела живых существ. Утонченные. Да. Утонченные. И чем дальше отстоят от центрального скопления массы, от центрального скопления массы на носу, да? Тем лучше будет степень зависимости от температуры внешности. Пальцы. Поэтому пальцы, уши, нос, да? Кисти. Ну, вот скажите, что будет сильнее? Пальцы. Ну, пальцы. Пальцы, чем кисти, да? Поэтому для того, чтобы не обнаружить пальцы зимой, понимаете, когда вы вот так сделали рукав в воде, вы уменьшили площадь отдачи тепла. Понятно? Ваша кисть стала терять меньше тепла. Хорошо. Ну, и теперь давайте разбираться. Ферменты этой кошки вырываются при температуре плюс 32. Часто или на улице, кошки гуляют, вот так, чтобы на улице температура была выше, чем 32 градуса. Очень редко. Очень редко. Очень редко. Ну, бывает. Бывает, но очень редко. Согласно? А сейчас снова. Обычно. Какая температура? Там плюс 10-20. Ну, то есть ниже этого предела. А это значит, какие части тела кошки не будут нагреты, как правило, до температуры тела. Уши или на уши? Уши. Будут черненькие ушки. Еще? Хвост. Хвост. В основании хвостами. А кончик хвостами. И лапки. И концы лапки. В этих местах пигмент будет. Температура не превысила критического максимума. Здесь пигмент будет построен. А на остальных участках? Нет. Не будет. При этом, будет ли здесь жесткая такая граница? Черное-черное-черное ухо, потом ба-бах, белый затылок. Нет. Платный переход. Платный переход. То есть, вот это самые темные участки, вот это посветлее, ну а дальше центральная часть тела самая светлая. Да, ну и вот здесь вот, в районе носа. Да, да, да. Отлично. Скажите, какая порода кошек имеет ровно такую окраску? Темные концы лап, темная полумазка на морде, темные уши, темный кончик хвоста и светлая центральная часть тела. Сианский кошек. Вот у сианских кошек термозависимая окраска. Так? А вот теперь несколько садистских экспериментов, мыслей. Беру сианскую кошку и брею на голову. С реальными кошками я крайне не рекомендую этого делать, вообще что за издевательство такое. Ну, беру я сианскую бритую кошку и дальше содержу ее в большой оранжерее с тропическими растениями. Я там моделирую условия амазонской джунглей и температура у меня там все время плюс 35. Круглые сутки плюс 35. Через пару месяцев шерсть на бритой кошке отрастет. Какого она будет цвета? Пила. Вся чисто пила. Будут ли у нее черные носочки, черные ушки, черное... Нет. Оранжерее. Но я не остановился. И еще раз побрил кошку. И теперь брайся в ее холодильнике. У нее огромное количество еды. Так что кошка не останавливаясь ешь, 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 ешь. И поэтому все-таки получает достаточно энергии, чтобы не помирить от переохлаждения. А ясно. Так? Допустим, у меня не разжилась ешь. Допустим. Выжила она два месяца. Вопрос. Какого она станет? Черного. Черного она не станет, извиняюсь. Если вот этот район, вот этот район, остыл до температуры ниже плюс 32, а это район печени, сердце, ветер, то это не кошка. Это труб кошки. Не имеет права эта часть, конечно, иметь вот такую температуру. Серая. Нет, она будет серая. Вся равномерность серая? Нет. Нет. Она будет серая. Что будет с участками очень темного окраска? Размеры останутся тех животных? Нет. Он будет расширяться, извиняюсь. Половина хвоста темная, остальная часть хвоста серая. Носочки превращаются в чулочки, то есть зона темной окраски поднимается по ноге. Так? Попу маска превращается в маску. Расширяется темная пятна на конце мозга. И это расширяется зону потемнения в районе ушей. Обратите внимание. Вот у меня была кошка с некоторой врожденной окраской. В течение ее жизни эта окраска осталась прежней или нет? Нет. Нет. Я вам показал, как взять ее и сменить. Причем случайным образом или предсказуемым образом? Предсказуемым. Вполне предсказуемым. Так? Значит ли это, что у кошки поменялись гены? Нет. Нет. Гены какие были, такие остались. Значит ли это, что признак окраски меха у кошки не простил? Нет. Нет. Нет, он конечно врожден. Да? Просто большая часть генов определяет не точное значение признака, не точное значение семи. Вот у гороха как было? Форма горошина либо гладкая, либо морщинистая. Вот это знак. А вот в этом случае можно ли сказать, что ген окраски меха определяет точную расцветку сиамской кожи? Нет. Можно ли сказать, что он вообще никак не влияет на расцвет сиамской кожи? Нет. Нет. Он накладывает ограничения. А краска может меняться от сих до сих. Но может ли произойти зеленое? Нет. На этой основе нет. Можно ли произойти шашечку, как шахматная доска? То есть ее покрасить туда? Нет. Если покрасить, то как угодно. Я говорю, на основе работы того же ген. Ну, если там определенные участки лежать в тепле, определенные участки... А, если на нее наложить сетку из кубиков льда и, допустим, еще чего-нибудь. Ну да, все можно так вкусно добиться, конечно. Я в свое время в Энске, в Новосибирске, в Академии Городки, видел морщики в швинах, которые были окрашены как шашечку. Там это достигалось немножечко другим образом. Не привязывали кубики льда к швингам, а это были так называемые химеры. То есть часть клеток, из которых состояла кожа в этих морщиков швинах, имели другое происхождение. Там был просто разный генетический материал. Но обычно все эти разживаются из его. У химерных организмов, тогда как разучились делать химеры, пересадки части генетического материала от одного организма к другому. Знаете, потому что было очевидно заметно, результаты опыта как вымечаются в сверху, точнее опыта вымечался в сверху или нет. Вот выбирают такие признаки, которые хорошо наблюдают, что, допустим, цвет меха. Но это уже другая история, искусственное воздействие человека. А вот это вполне естественная проблема. Есть ли у нас такие признаки, проявление которых зависит от внешних условий? Например, цвет кожи. От краски меха у кошки зависит от температуры, от цвет нашей кожи, от количества ультрахиолетов. Это понятно. Если вы не пользуетесь солярием в Москве, то где-то к марту-апреля вы все станете нарядного серо-зеленого цвета. Разумеется. Разумеется. А вот смотрите на лица, руки, ноги москвичей, где-то к концу и сну. Все белое. Белое, если они мукой обсыпались. А вообще они бледные, как привидения. Хорошо, а сейчас? Ну, сейчас он такой здоровый. Кстати, а какого цвета кожа у сгорелого человека? Красного. Красного? А он горевшего. У загоревшего. А у загоревшего. А коричного? Ведь он у него хорошо сгорел. А вы будете смеяться. Черного. Угу. Конечно. Еще предложение. Шашечку. Здравствуйте. Зеленый. Масково. Нет, ребята. Желтый. Серо-зеленоватый. Так и слабо зеленый. Пигмент меланин, который откладывается в нашу кожу, придает клеткам как раз серо-зеленоватый цвет. Вопрос, а откуда же берутся эти красивые кофейные, шоколадные, бронзовые там? Если вообще кожа серо-зеленая. А все еще просто. Сквозь прозрачную эту кожу, серо-зеленого цвета, просвечивает сердце кровеносных сосудов. А кровь какого цвета? Красная. Красная. Наложение этих двух тонов друг на друга и дает привычный для вас цвет загорелой кожи. Но если загорелый, человек сильно побледнее. Вот он взял и побледнел. Какого цвета встанете в лицо? Красная. Зеленая. 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 Это зеленая. Вот такой термин. Так это называется. Огуречная обрезность. Но не то, чтобы он становится к убырышкам и я определенным, но... Это то, чтобы он 80% огурцы и к тому... Вот это вариант изменчивости, при котором гены не меняются. При стандартных генах у вас будет происходить изменение фена, будет называться модификационная изменчивость, а каждый имеющийся сейчас вариант признака будет называться модификация. Итак, первый вариант изменчивости – это гражданная изменчивость, второй вариант – модификационная изменчивость. Создание модификации имеющихся фена. Ну и давайте попробуем сравнить характеристики этих разных вариантов изменчивости. Ну а первым мы говорим, что все варианты врожденной изменчивости предсказуемы или непредсказуемы? Нет, даже если вы разобрались с этим типом мутации, предсказать заранее, что именно эта мутация произойдет в данный момент и с данным организмом невозможно. Инфункционный процесс случайный. Хорошо, а если вы разобрались с модификацией, как следует, можете ли вы предсказать, в каком случае возникнут модификацию признака? Можете или не можете? Да, да. Можете. То есть модификационная изменчивость носит пересказуемый характер. Отлично. Вторая вещь. Я прилетел на свою Тириан-пам-пам, ну, Тумбу-юмбу. Вы забросили Тумбу-юмбу. Очередно. Вы забросили Тумбу-юмбу. Да, да. Вы миглировались Тумбу-юмбу в Тириан-пам-пам. Хорошо. Беру фрюндели и кормлю их, так, я не знаю, чем. Чем-нибудь, кажется, морковь. В ответ на кормление морковкой, учерк фрюнделей начинает расти третий мух, находит. Вы не морковки, да? Хорошо. Ладно, ну, поработал я с этой компанией фрюндели, смотрю, ну, третий мух, ладно. Перешел к другому компанию. Только, скажу, морковкой. Как по-моему, если у всей этой группы в ответ на одно воздействие оказывается одна ответная реакция, у другой группы можно то, что она ожидает? Да. Да, конечно. То есть, модификация будет носить индивидуальный характер или массовый? Массовый. Массовый. Если уж под этим воздействием модифицирующим произошло изменение у одного организма, то и у другого будет то же самое. Врожденные изменения случайные, приобретенные, или инфекционные, предсказуемые. А врожденные изменения массовые или индивидуальный характер? Именно. Ага. Значит, там, я не знаю, рота солдат прогулялась мимо рабочего ядерного реактора. Попала в горячую зону. Сержант Петров получил мутацию номер 1577. Добавили игрушки. Знаете ли это, что вся рота получила именно эту мутацию? Ну, я-то у меня очень дорогая, может быть, просто. Абсолютно. То есть, врожденные мутации, врожденные изменения строго не втроены. То, что произошло с одним, никак не влияет на то, что произойдет это с другим. Ну и, наконец, последняя вещь. Если у вас возникли мутантные изменения половых клеток, вы этот признак потомкам передадите? Да. Да, конечно. То есть, врожденные изменения, случайные изменения передаются по наследству. Следующее поколение, дальше следующее. Передаются ли по наследству мунификации? Нет. Нет. Да, почему? Потому что там у них... Ну, они... Ага, сложность его у вас здесь. Так, такой пример. Разберем. Ну, я уже говорил, что где-то к концу марта-капреля цвет кожи москвичей... Да, 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 да. Как приятный. Учего он был иным. Хорошо. Дело будет творить на акцию. Беру 100 вредных, как смерть москвичей и москвичей, и на месяц отсылаю их на финиш. Ну, куда? Такие острова. А, не написано. Слышали? Да, да, написано. А, отлично. Вопрос, какого цвета они все вернутся? Ну, сколько они будут там напряжены, ну, где они ставят? Да, да, в любом случае, там количество будет трафарета выше, а жара такая, что в московске, ну, по московской улице никто не будет. Шортики, футболкики – это самый тяжелый вариант одежды. А так, а еще бикини и плавки. Какого цвета они вернутся? Красные. Соборцы. Ну, красные, а если они в раке. Да. А у них много времени, целый месяц. Цвет кожи у них останется прежним или же не? Нет. Ну, наконец-то. Предсказуем или не предсказуем? Нет. Ну, смотря сколько, ну, смотря сколько, выходите. Меньше. Один еще сильнее побледнел, да? Второй стал зеленым цветом. Да. А мы все-таки в предсказуемую сторону. Вот эти красные. А если что, все это для руками, они прятались... Одно ногами от земляет. Да. Писня. Идея примера понятна? Да. Что цвет кожи у всех поменялся, пресказуемо условно. Вроде все загорелы. Теперь, некоторые барышни из этой группы через 9 месяцев продевали гряденок. И объясняют своему мужу. Ну, ты же помнишь, какая я загорелая вернулась? Я была совершенно коричневая. Ну, там целый месяц загорала. Но у меня идем сразу с коричневым. Сработает такое объяснение? Нет. У нас есть такой директ, что у нас цвет кожи должен быть белой. По трапезам с ним. А потом вы могли... Смотрите на себя. У вас белый цвет. Ну, он сначала... Он сначала прожил, а потом не такой. Не долбейте. Не долбейте. Она загорела, а это нерожденный. Нерожденный. Попробуйте в другую термин. Попробуйте перейти на язык цитологии и биосимии. На язык строения, описывающий строение клетки и строение вещей. Для того, чтобы передать признак потомку, что должно проезжать? Мутация, то есть изменение ДНК. Скажите, пожалуйста, при загаре у вас как-нибудь меняется ДНК в половых клетках? Никак. А если они никак не меняются, то с какого перепуга потомок будет получать измененный признак? И с какого? Не с какого. Тем более, это все мутация. Это все мутация, значит, закономерно или случайно, коррекция? Нет. Случайно, коррекция. Почему это можно ожидать рождения именно сну Бога ребенка? А может, он классатый корзебр родительский? Вполне возможно. Девки эдемутационные изменения. Так что, тут простой вывод. Те признаки, варианты, какого вы получили при их жизни, можно ли передать своему потомку? Нет. Нет, никак не передать. Поэтому идея, что в семьях математиков чаще рождаются математики, а в семьях музыкантов чаще рождаются музыканты, и что если человек страшно увлекался каким-то делом, то он по наследству передаст свое увлечение своим детям не больше, чем небиологический мир. Он имеет это слово основание. Только это никак не связано с синетикой. Семья музыканта, просто семейный сам настрой готовит. Много внимания музыки. Детелное с самого детства воспитывается в этой атмосфере. Дело не в том, что у него как-то особо изменились демы. А дело просто в том, как он воспитывается. Поэтому, да, там нужно ждать больше вероятности рождения отдаленного, точнее, воспитаемое появление музыкально отдаленного человека. Гену здесь не пришел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!